Деяние 9 глава 32-35 стихи Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным Деяние 9 глава 32-35 стихи Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде Там нашел одного человека именем Энея Который 8 уже лет лежал в постели, в расслаблении Петр сказал ему Эней, исцеляй тебя Иисус Христос, встань с постели твоей И он тотчас встал И видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу Толкование Почему Петр не ожидал обнаружения веры этого мужа и не спросил, желает ли он быть исцелен Это чудо было совершено, конечно, в особенности в наседании многих А с другой стороны, чудеса здесь не обнаруживали еще всей силы Своей силы А потому здесь и неуместно было бы требовать веры в них Потому-то апостолы и хромово не спрашивали Итак, как Христос, полагая начало чудес, не требовал веры, так и они не требуют А в Иерусалиме вера в них, конечно, распространилась раньше Деяние 5 глава 15 стих Так, чтобы носили больных на улице и полагали на постелях и в кроватях Дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них Потому что там и много было сотворено чудес А здесь тогда только было положено начало им Деяние 9 глава 36-43 стихи В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна Она была исполнена добрых дел и творила много милосты Случилось в те дни, что она занемогла и умерла Ее омыли и положили в горнице А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там Послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним Петр, встав, пошел с ними И когда он прибыл, вели его в горницу И все вдовицы со слезами предстали пред ним Показывая рубашки и платья, какие сделала серна, живя с ними Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился И, обратившись к телу, сказал Тавифа, встань И она открыла глаза свои И, увидев Петра, села Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника Лука поставляет и имя ее, показывая, что она соответствовала своему имени Была так бдительна и бодра, как серна Бодра Потому что часто многие имена даются по божественному домостроительству Сделали все, что следовало сделать над умершим Заметь простоту прочих и отсутствие всякого высокомерия в Петре Не сами идут, но просят через двоих об исцелении И он приходит Почему они не позвали его, пока Таня не умерла? Считали недостойным утруждать этим учеников И отвлекать их И делать им затруднения в деле проповеди Поэтому-то Лукай говорит, что было близко Показывает великое смирение ее Потому что она находилась с ними и жила с ними И обращалась со всеми, как одна из них А не так, как мы теперь Для чего он изгоняет всех вон? Для того, чтобы не тронуться слезами и не потерять спокойствие духа Усердно совершает молитву Потом поддерживает ожившую Потом понемногу возвращается жизнь и силы ее Заметь отсутствие всякого высокомерия в Петре Совершив такое великое чудо Он ищет пристанище не у нее И не у другого какого-либо знаменитого человека Ну-ка живника Симона Он не стыдится людей ничтожных И не дает великим повода превозноситься Комментарий Игнатия Лапкина Самые большие затруднения в деле проповеди Причиняет теплохладность Незнание пути Божия Забвение прямой заповеди Божией о проповеди Если сегодня сделать полный хронометраж Времени любого священника за день За неделю, за месяц и год Это же касается архиереи и патриарха То какой процент времени выпадает на проповедь На не на случайную проповедь По случаю праздника Заранее кем-то составленную Но на проповедь вдохновенную Касающуюся душ и нужд человеческих На любом производстве В любом деле есть специалисты Специально для этого назначенные Имеющие большой опыт Которые определяют какие процессы Являются второстепенными И даже ненужными Без каких движений и передвижений Можно обойтись Чтобы все силы отдать главной работе А любая работа ценится по конечному результату И что же получится на деле Большинство времени уходит на богослужения Требы, выезды Пустопорожнее времяпровождение В приемных архиереи благочинных Кто и когда в православной церкви За тысячи лет до сего времени Озаботился о главном Не делать им затруднения в деле проповеди Если спросишь любого прислужника Где сейчас священник Которого ты ищешь Тебе не ответят Что он занят делом проповеди Почему? Ответ Только потому Что проповедь не стоит На первом месте И не является главным делом В жизни священников Проповедь всего лишь И при том редко у кого Является малой составляющей Богослужения Приложением к нему И все знают чем занят священник Он или готовится к богослужению Или совершает богослужение Или отдыхает после богослужения А согласно блаженному феофилакту Толкующему деяния апостолов Проповедь И только проповедь Должна стоять на первом месте И ничто не должно делать Не должно делать затруднения В деле проповеди Весь смысл Смиссии Христа на земле Заключается в спасении падшего Умершего человека Первого Адама И это возможно Только через Слово Божие Через слышание его Через вдохновенную проповедь В Духе Святом Римлянам 10.17 Итак Вера от слышания А слышание от Слова Божия И поэтому У каждого священника Должна быть на руках Охранительная грамота Заверенная Патриархом И Синодом Что никто не может Делать им затруднения В деле проповеди По смыслу 9 десятых Двухчасового богослужения Должно быть Отведено Дело проповеди Возрождение души Обращение ее ко Христу И только одну десятую часть Посвятить Богу Богослужении и молитве Это требование самого Бога Касающегося всего Что мы приобретаем Сегодня самое большое Препятствие в деле проповеди Православной Церкви Забвение Слова Божия Абсолютная потеря И забвение авторитета Святой и Святейшей Библии Слово Слава Иисусу Христу Слово Святейшей В Библии Встречается только два раза И касается места Места жертвоприношений Причастия То есть молитв к Егове И истинной веры Книга чисел 18.10 На святейшем месте Ешьте это Все мужеского пола Могут есть Это святыню Будет для тебя Иуда 1.20 А вы возлюбленные Назидая себя На святейшей вере вашей Молять с Духом Святым И это слово Святейше Неприменимо Согласно Слову Божию Никому И ни к чему Все остальное Вымыслы человеческие Солом 18.113 Вымыслы человеческие Ненавижу Закон твой Люблю И ко всему святейшему Что указано выше Приводит проповеди Христе И чтобы все смертные Считали недостойным Утруждать этим учеников И отвлекать их И делать им затруднения В деле проповеди Глава 10 1.8 стихи Кесарий был Некоторый муж Именем Корнилий Сотник из полка Называемого Италийским Благочестивый Боящийся Бога Со всем домом своим Творивший много Милостыни народу И всегда молившийся Богу Он в видении Ясно видел Около девятого часа дня Ангела Божия Который вошел к нему И сказал ему Корнилий Он же взглянул на него И испугавшись Сказал Что Господи Ангел отвечал ему Молитвы твои И милостыни твои Пришли на память Пред Богом Итак Пошли людей В Иопию И призови Симона Называемого Петром Он гостит У некоего Симона Кожевника Которого дом Находится при море Он скажет тебе Слова Которыми спасешься Ты И весь дом твой Когда ангел Говоривший С Корнилием Отошел То он Призвал Двоих Из своих слуг И благочестивого Воина Из находившихся При нем И рассказал им Все Что послал В Иопию Толкование И сообщает О нем Подробные сведения Чтобы кто-либо Не сказал Что в Писании Священном Встречаются Погрешности Против истории Надо бы знать Что полк Состоял из Двухсот воинов А сотня Из шестидесяти Видит ангела Для восполнения Верой Петра Или лучше Не для него Но для других Более слабых Верей В час девятый Когда он Оставил О заботе И находился В тишине И покое Так как Истинное око И великий судья Знает Что и великие дела Не имея веры Мертвы То он И посылает Ангела Который Утверждает За делами Их Значение Чтобы увенчались Верой тех Которые Хорошо Подвизаются Потом Слова ангела Уничтожили страх Посмотри Куда идет Молитва На высшее небо И становится Перед самым Престолом Царским Обрати внимание На ангела Он сначала Возвышает И возносит Мысли его Корниля К высшему Потом Уже Говорит то Что он Говорит дальше Они любили Пустыню И тишину Деяние 10 глава 9-16 стихи На другой день Когда они шли Приближались К городу Петр Около Шестого Часа Взошел Наверх Дома Помолиться И почувствовал Он голод И хотел Есть Между тем Как Приготовляли Он пришел В выступление И видит Отверстое Небо Исходящее К нему Некоторый Сосуд Как бы Большое Полотно Привязанное За четыре Угла И опускаемое На землю В нем Находились Всякие Четвероногие Земные Звери Присмыкающиеся И птицы Небесные И был Глаз К нему Встань Петр Заколи И ешь Но Петр Сказал Нет Господи Я никогда Не ел Ничего скверного Или нечистого Тогда В другой Раз Был Глаз К нему Что Бог Очистил Того Ты Не почитай Нечистым Это было Трижды И сосуд Опять Поднялся На небо Толкование Посмотри Как дух Сводит Времена И делает Что это Совершается Не раньше Не позже Изумление Приведи Чудо И то Состояние Когда человек Не владеет Своими чувствами Будучи Восхищенный Мир Духовный И так Ему было Как бы Духовное Видение Первейший Из апостолов Петр Имел нужду Божественном Откровении Относительно Призвания Христианской Вере Язычников Потому Что Он не знал Что Обрезание И не Обрезание Не делают Разницы По отношению К вере Он Конечно Не знал Ясно Что Господь Сказал Чтобы Когда Открылось Служение Верою То Были Научаемые Этой Вере И язычники Не знал До тех Пор Пока Неизреченная Воля Его Посредством Этого Явления Не открыла Эта Тайну Убедивший Его В этом С одной Стороны Примером Посредством Площаницы А с другой Стороны Тем Что И язычникам Была Преподана Благодать Святого Духа По обращению Их К вере Убедив Что Во Христе Нет Различия Между Иудеем И Элленом Явившийся Сосуд Означает Грубейший Мир А различные Животные Суть Символы Состояния Людей Петра Все Стали Обвинять Как Закона Преступника И По тому Духам Устрояется Чтобы Он Имел Защиту Поэтому То Он И Возражает Ангелу Потому Что Он Должен Был Вполне Соблюдать Закон И Так Это Устрояется Для Того Чтобы Его Не Стали Обвинять Может Быть Он Преклонивший Колено Видел Видение И Божественным Делом Было Случившееся То Что Что Он Видел Высшее И Был В Состоянии Иступления И Слышал Оттуда Голос И Что Трижды Исповедовал Что Там Животные Нечистые А То Что Сосуд Оттуда С неба Снесшел И Туда Вознесся Это Великое Доказательство Чистоты Потому Что Виды Животных Принимаются Вместо Свойств Человеческих А Из Описания Видения Петрова Известно Что В сосуде Сшедшем С неба Были Все Роды Животных Присмыкающихся Птиц И Четвероногих Потому Что Слово Прекровенно Изображает Что Имеющие Обратиться К вере Находятся Под владычеством Разных Грехов Что Они Подобились Или Четвероногим По Жестокости Или Присмыкающимся По Ядовитости Или Птицам По Легкости И Непостоянству Своей Природы И Притом Змей Принимается За символ Саддукеев И Фарисеев А Лисица За символ Ирода И Возбужденной Страстью К половому Исближению Кони За символ Людей Сладострастных Овцы За людей Незлобивших Козлята За необщительных И безучастных А ежи За богатых Об них Господь Сказал Что Они Своими Колючками Прокалывают Слово И Делать Его Бесплодным Голос Относится Петру А между тем Все Говорится К иудеям Потому Что Если Терпит Порицание Этот Учитель То Тем Более Они Заслуживают Этого Деяние 10 Глава 17 20 Когда же Петр Не Удумевал В себе Что Б Значило Видение Которое Он Видел Вот Мужи Посланные Корнилием Расспроси В доме Симона Остановились У ворот И Крикнул Спросили Здесь Ли Симон Называем Петром Между тем Как Петр Размышлял О видении Дух Сказал Ему Вот Три 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 Человека Ищут Тебя Встань Сойди И Иди С ними Немало Не Сомневайся Ибо Я Послал Их Толкование Плащаница Означает Землю А находящиеся На ней Звери Язычников И они Должны Прийти Ко Христу А то Что Это Повторяется Трижды Означает Крещение Итак Истинный Смысл Видения Указывает Ему На учение Троицы Равно Как и Вера В Троицу Представляет Истинное Богопочитание Благовременно Приходят Эти мужи Чтобы Разрешить Недоумение Ибо Иосифу Христос Допустил Сначала Устрашиться А потом Послал Ангела Потому Что душа Легко Принимает Разрешение От Испытанного Прежде Недоумения Итак Нужно Повиноваться Духу 10 глава 21-24 стихи Петр Сойдя К людям Присланным К нему От Корнилия Сказал Я тот Которого Вы ищете За каким Делом Пришли Вы Они же Сказали Корнилий Сотник Муж Добродетельный И боящийся Бога Одобряемый Всем народом Иудейским Получила Святого Ангела Повеление Призвать Тебя В дом Свой И послушать Речей Твоих Тогда Петр Пригласив Их Угостил А на Другой День Став Пошел С ними И некоторые Из братьев Иопийских Пошли С ним В следующий День Пришли День И国 Т胤 И hundred Толков тебя Толкование Начальство Над Народом Бывает В руках Человека Благочестивого По своим Заслугам Оказавшегося Достойным До Пятого А что с ним Пошли Некоторые из Иопии, это случилось домостроительно, чтобы потом они были свидетелями, когда Петру нужно было оправдываться. Деяние 10 глава 25-27 стихи. Когда Петр входил, Корниль встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек. И беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся толкования. Славный это был человек и в славном городе имел жилище. Это свойство совершенно благочестивого друга, что он, будучи окружен столькими благами, всех делает общниками и любезными друзьями. Любезными друзьями они названы, потому что он мог надеяться на них, да когда ему предстояли труды и заботы о стольких подчиненных. Посмотри, как он был уверен, что Петр непременно придет. Этим он научает и прочих и приносит благодарение Богу, показывая свое смирение. Посмотри, прежде всего другого он научает тому, чтобы они ничуть не думали о себе много. 10 глава, 28-й, 33-й стихи. И сказал им, Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. И так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал, Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме, и вот встал предо мной муж в светлой одежде, и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспоминулись пред Богом. И так пошли в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе, Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Толкование. Потому что он не сказал, люди, мы пришли к вам, хотя мы считаем недостойным прикасаться к кому-либо. Но что? Вы знаете, что Бог изрек такое повеление, чтобы считалось беззаконием прилепляться или приходить к наплеменнику? Петр обо всем слышал уже и от воинов, но он желает, чтобы они исповедались и делались правыми в вере. У сотника при аккуратнейшем порядке в жизни время было распределено, и при том в известные дни. Посмотри, как сильна молитва. Когда он преуспевал в деле благочестия, тогда явился ему и ангел. Это один день. Когда отправились с посланной Корнилием, это тоже один. Когда они шли, один, а четвертый, оказывается, с третьего часа, когда он молился. И так надобно со вниманием слушать рабов Божиих. Десятая глава, 34-й, 43-й стихи. Петр отверзуста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Все есть Господь всех. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что Он сделал, Он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Бога. «Нам, которые с Ним ели и пили по воскресению Его из мертвых». И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Толкование. Поистине разумеваю, что Бог смотрит не на качество лица, но на различие дел. Тем, что Он говорит, Он ясно показывает, что Бог, которого боялся Корнилий, о котором Он получил не ставление из закона и пророков, ради которого Он и милости не творил, что этот Бог есть воистину Бог. Не доставало Ему познание о Сыне, чтобы ты не счел чего-либо неприличным, для этого заметь, что они никогда не скрывают учение о кресте. но вместе с прочим предлагает и образ смерти. Притом, нет и не могло быть в этом случае чудо большего, как то, что Он ел и пил. Но, поколебав их страхом, Он делает им снисхождение, впрочем, изреченный не им, а пророками. И так страшно Он говорит от себя, а проникнутый кротостью от лица пророков. Комментарь Игнатия Лапкина Учение о кресте означает учение о страданиях Иисуса Христа на кресте. Об этом говорит все Священное Писание. Смысл и цель любой проповеди рассказать о Христе умершем за наши грехи и воскресшем для нашего оправдания. Сегодня понятие кресте сведено до чисто языческого понимания, как о фетише и амулете обереги. Всюду и везде видны кресты на храмах и на могилах и на детях и на машинах и на автоаптечках. И этим в основном занимаются в кавычках православно мыслящие люди. Страшно подумать, что дьявол воспользовался даже крестом, чтобы скрыть Христа. По всей России совершаются молчаливые крестные ходы и воздвигаются поклонные кресты. В Священном Писании нигде даже не упоминается о воздвижении видимых крестов. Христос и крест неразделимы, и об этом свидетельствует проповедь апостолов. 1 Коринфянам 1.23 А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. 1 Коринфянам 2.2 «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Галатом 6.14 «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира». Смысл изображения креста оправдан там, где проповедь о распятом Христе занимает главное место. Галатом 3.1 «У которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Деяние, 10 глава, 44-48 стихи. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа изделился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками величающих Бога. Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней». Глава 11, 1 стих. «Услышали апостолы и братья бывшего иудея, что и язычники приняли Слово Божие». Толкование. «Бог не допустил, чтобы речь Петра была доведена до конца, и чтобы крещение было совершено по распоряжению Петра. Но как только он увидел, что мысль их исполнена изумлением, и было положено начало на учению, и они вполне уверовали, что крещение есть и отпущение грехов, то сошел и Дух. Притом они начали говорить и разными языками, что изумило собравшихся. Между тем, Бог заблаговременно устроял в этом великую апологию Петру. И какая нужда была в воде, когда Дух Святой не сошел на них. Итак, я покажу ее и объясню тебе это сокровенное таинство. В этом вполне выражаются божественные символы. Гроб и умирание, воскресение и жизнь. Как нам легко погружаться и выныривать, так Богу удобно погребать ветхого человека и показывать нового. А трижды это бывает для того, чтобы ты научился, что все это совершается силой Отца и Сына и Святого Духа. А что сказано, не есть одна лишь простая догадка, послушая Павла, который говорит Римлянам 6 глава 4-6 стихи. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Комментарь Игнатия Лавкина. Иоанн Златоуст говорит слова, которых православные батюшки боятся как огня, и с учительской кафедры никогда не скажут о их народу. Он говорит, что привести человека ко Христу, убедить его в том, что нужно принять Спасителя всем сердцем. Нужны тысячи талантов, а для того, чтобы крестить, не нужно ни одного таланта, но достаточно быть только рукоположенным и незапрещенным. Не нужно ни одного таланта, чтобы крестить правильно, но чтобы крестить неправильно, нужен талант, но уже с минусом, отрицательный, то есть погибельный, совершенно без научения, приходящий храм, не раздевая, подводит купель и мокрой ладонью проводят по его волосам. Здесь происходит не рождение души, а удушение ее. Иоанн Златоуст говорит, что при обращении от злых дел к Богу и при правильном крещении, с трекратным погружением, Бог из волка делает овцу, из ястреба голубя. К правильному или неправильному крещению человек приходит с определенной мыслью что-то получить, и при том полезное. До этого он жил в ожидании и был страх погибнуть некрещенным. Но вот таким лжекрещением эта надежда убита. Страх исчез, и вместо живого зверя-волка оказался мертвый волк. Вот из таких кавычках крещенных получается не зверинец, а скатомогильник. Глядя на своих прихожан, правильно крещенных, Златоуст говорил, я не вижу людей, а вижу стадо лошадей и свиней. Я пришел радоваться вашим добродетелям, говорит Спаситель. Я слышал, как вы боролись с еретиками и укоряли их в неправильном совершении крещения. Напрасно ли я говорил, что чистая жена в отсутствие мужа отвергает пролебодеев, в отсутствие пастыря прогоняет волков, что без кормщего ловцев спасли корабль, без вождя воины одержали победу, без учителя ученики сделали успехи, без отца сыновья укрепились. И вот везде зеленеет колоссия. Столько овец и нигде волка, столько колоссий и нигде терний, столько винограда и нигде лисицы. Хищные звери потонули и волки разбежались. Кто прогнал их? Не я, пастырь, но вы, овцы. О, доблесть овец. В отсутствие пастыря они прогнали волков. Все, так же. пастыря и подготкин лисицы. Спасибо.